Всем привет, дорогие друзья! И вот сегодня мне бы хотелось поговорить о так называемых рейтингах, рейтингах наших пропагандистов, почему эта тема была выбрана именно сегодня. А дело в том, что завтра у нашего великого главнокомандующего состоится ежегодная пресс-конференция. В очередной раз он соберёт типа журналистов, в очередной раз будет рассказывать, ну, всё то же самое, что нам рассказывает ежегодно. Я даже по этому поводу сделал видео, которое вы увидите уже завтра, программа «Реальная журналистика». Ну, завтра вы его и посмотрите. Кроме того, конечно же, мы будем слышать по всем каналам, в эфире всех каналов, которые существуют в России, о том, что прошла великая пресс-конференция великого человека. Опять будем слышать какие-то россказни и бла-бла-бла. Почему? Потому что эти люди, ну, если им верить, именно они делают погоду в информационном пространстве. И вот, несмотря на то, что мы блогеры, ну, коль скоро я работаю на Ютьюбе, давайте я тоже буду называть себя блогером. Коль скоро мы блогеры, да, им всё время пытаемся говорить, что, ну, телевизор – это телевизор, интернет – это немножко другой. Вот решили они нас за пояс заткнуть и в этом. И оказывается, что в интернете эти ребята-пропагандисты тоже делают огромные, потрясающие успехи. И вот одного такого успешного экс-пропагандиста, вернее, действующего пропагандиста, телевизионного типа журналиста, а теперь ещё и тоже блогера, Соловьёва. Наблюдаю за его успехами, каждый день буквально наслаждаюсь. Вот в последнее время человек вообще из трендов Ютьюба не вылазит, и решил я посмотреть. Что он такое делает-то великое, что прям народ, интернет-сообщество, интернет-аудитория, которые то и дело говорят, мы выбросили телевизор, надоело нам про эту Украину, надоело этих лжецов слушать, вдруг начали смотреть. А действительно смотрят огромное количество людей, этого человека у него на собственном канале «Вечер с Владимиром Соловьём» 758 тысяч подписчиков, я не знаю, реально это подписчики или нет. Но в трендах действительно он появляется ежевечерне уже, и собирает огромную аудиторию. Ну вот, например, программа, крайняя программа от 16-го числа находилась в трендах, причём не абы где она вошла, как бы они сказали телевизионным языком, его второй мультиплекс, вот когда я делал скриншот, вот эта, она находилась на 22-м месте во вкладке в тренде. Пожалуйста, давайте посмотрим программу от 15-го числа, которая собрала почти 700 тысяч. Просмотров, то есть зрительская аудитория проявляет интерес, получается, и тоже была в трендах, или там от 12-го тоже ещё, от 12-го декабря, там вообще какое-то рекордное число людей посмотрели. Владимира Рудольфовича почти 800 тысяч человек, и вы знаете, я стал бы я говорить об этом, если бы всё было так просто. А дело в том, что пропагандисты, может быть, об этом и не знают, но рейтинг в интернете, он измеряется несколько иначе, нежели рейтинг в телевизоре. В телевизоре там всё просто, включился человек на какой-то канал, собственно, вот исходя от этого, там специально впаянный жучок, передаёт сигнал, что телевизор тот или иной в доме настроен на какой-то канал, хотя бы все эти рейтинги вообще условные, потому что ты можешь включить телевизор где-нибудь на кухне, уйти домой, лечь спать, а телевизор будет маслать, это не значит, что ты смотришь эту программу. Потом небольшое количество телевизоров всё это измеряет, в интернете немножко по-другому. И там не только от твоего клика зависит, там ещё важную роль играет время просмотра. Я смотрю, Соловьё, это они все программы трёхчасовые. Вот мне достаточно сложно поверить, что трёхчасовую программу, почти миллион человек сидел и неотрывно смотрели, ну, там хотя и не надо смотреть три часа, там достаточно хотя бы треть программы посмотреть, чтобы твой просмотр засчитался. Он тоже час сидеть у компьютера, слушать весь этот бред. Не знаю, кто способен это вынести. Второй момент, очень-очень здорово на рейтинг влияет активность аудитории. То есть, количество лайков, количество дизлайков, количество комментариев, причём даже как пишутся эти комментарии, это очень важно, там просто плюсики какие-нибудь, да, или там слово там «Ура», оно не покатит, комментарий должен быть определённой продолжительности, состоять из определённого количества знаков, комментарии должны быть уникальными, только такие комментарии влияют на продвижение этого видео. Видео в строке поиска в рейтинге того же Ютуба, исходя из этого, собственно, общее число просмотров и складывается, и вот решил я посмотреть, сколько активно аудитория Владимира Рудольфьевича себя ведёт. Тут, вы знаете, был удивлён, ну, от 16-го числа видео, тут порядка 7 тысяч комментариев, порядка 2 тысяч, порядка 2 тысяч комментариев, пока порядка 7 тысяч лайков, давайте днём раньше программу посмотрим, почти 700 тысяч, ну, картина по активности аудитории примерно та же самая, 7 с половиной тысяч лайков, 2 с небольшим тысячи комментариев, давайте подальше заглянем, 12-е декабря, ну, в принципе, статистика одна и та же, получается, примерно похожая под всеми видео, опять 7 с половиной тысяч лайков, 3 тысячи комментариев, то есть не особо что-то меняется. То есть вот это вот реальная статистика, исходя из которой вот так вот ведёт себя аудитория. Тогда предлагаю сравнить, например, с каким-то моим видеороликом, ну, вот один из последних, давайте возьмём одноразовые люди, которые, конечно же, собрали намного меньше аудиторию, нежели Владимир Рудольфович, там, да, в данный момент меньше 60 тысяч, но зато активность зрителей тут повыше, 11 тысяч комментариев в сравнении, да, с семью Соловьёвскими лайков, да, по просмотрам примерно та же самая картина, но по комментариям примерно та же самая картина, но и с просмотрами тут ситуация-то попроще, то есть почти в 10 раз меньше, ну, хорошо. Может быть, я не совсем объективный, тут сижу сам себя, сравниваю. Давайте посмотрим человека, который примерно такое же количество просмотров набирает, ну, вот, Бытили, один из последних его видеороликов, импичмент Трамп ушёл, что ждёт Россию, который набрал примерно столько же, сколько набирает Соловьёв в своих видео, почти 800 тысяч, ну, тут статистика другая, обратите внимание, 116 тысяч лайков, 39 тысяч комментариев, это в сравнении, это с теми семью тысячами лайков, и с тем каким-то совсем мизерным количеством комментариев. Ну, хорошо, не хотите быть Ани, нравится кому-то быть Макса, сверхдержава, давайте посмотрим, вот, один из его роликов, который, правда, поменьше просмотров набрал, ну, примерно, 522 тысячи закон уже приняли, Apple уйдёт из России, опять же, статистика здорово отличается от Соловьёвской, 46 тысяч лайков, 7,5 тысяч комментариев, то есть, ну, мы наблюдаем, что активность у оппозиционных блогеров намного выше, даже у меня, с моим, там, каким-то 60-тысячным роликом, она и то выше активность зрителей, чем у любого из, соловьёвских видео, тем не менее, почему-то они в рейтинге не поднимаются, а вот, соловьёвские какие-то, кианожки, где активности 0,1, они бьют какие-то всемыслимые и немыслимые рекорды, дальше интереснее. Я решил посмотреть, ведь у Соловьёва не одна программа, у него есть ещё такая программа, как полный контакт, которая, в принципе, аналогична, и по содержанию, и тот же Соловьёв, там в эфире выступает, поднимает те же самые темы, и даже может себе несколько больше позволить, нежели в программе «Вечер» с Владимиром Соловьёвым, которая выходит на канале «Россия», всё-таки радио, там требования несколько помягче, и, о, чудо! слушайте, слушайте, это в полном-то контакте, полный привет, там почему-то аудитория, которая, ну, та же самая аудитория, она не смотрит эти программы так активно, вот, пожалуйста, полный контакт с Владимиром Соловьёвым от 12 декабря, просмотров 7483, 143 лайка, 65 комментариев, пожалуйста, от 10 декабря, и это пока вот то, что я нашёл, это максимальное число просмотров на, вообще, этих программах, на том же канале «Вечер» с Владимиром Соловьёвым 41 тысяча просмотров, 933 комментарии, 771 лайк, 260 комментариев, как такое может быть? Ну, казалось бы, на одном и том же канале, ну, хоть абсолютно идентичные программы, одинаковые, и зрители, они должны любить как ту, так и другую, но в одной программе мы видим вот такую рейтингу, а у другой программы мы видим совсем другой рейтинг, а я вам скажу, что происходит, потому что все эти рейтинги на программе «Вечер» с Соловьёвым, они дутые, они накручены, они куплены просто, у Гугла, у Ютьюба это вполне возможно купить, но единственное, что это достаточно дорого, а для чего, да, во-первых, я забыл объяснить, для чего покупать вот эти вот рейтинги, а, ребят, всё просто, эта гнида, оказывается, врет не только нам, с вами, рейтинги, типа, покупать, да, вот эти вот рейтинги, вот эти вот просмотры, для конкретной программы, ему нужно для того, чтобы составить отчёт и показать своим спонсорам из Кремля, сказать, ребята, меня любят, меня смотрят, оказывается, повторюсь, эта гнида обманывает не только нас с вами, но и своих спонсоров, вот, я уверен, что и в телевизоре у меня вот такая же история, там точно такие же нарисованы все эти рейтинги, тем более, что телевизоры, там вообще не пойми, как меряется рейтинг, меряется, там делается какая-то выборка случайная, там по городу, там, например, по городу Москве выбираются, но вот я, когда последний раз за этим наблюдал, это было где-то 10-11, может быть, год, вся Москва измерялась по 200 телевизорам, то есть в телевизор впаивается такой специальный жучок, который передаёт сигнал, на какой канал в тот или определенный момент настроен вот этот вот телевизионный приёмник, собственно, это и встретим. 200 телевизоров измеряли всю Москву, поэтому говорить о рейтинге в телевизоре, ну, это бред сумасшедшего. В интернете, повторюсь, да, точные цифры можно увидеть, но по всей вероятности цифр-то никаких нет, поэтому приходится покупать, что это гнида и делает, и показывает, затем врёт своим спонсорам, что он кому-то нужен, что он где-то там каким-то образом востребован, печально другое. Эти люди в этом ничего не понимают, они верят, они дают ему деньги, хорошие, большие, серьёзные деньги, и получается, что даже не он их покупает, эти рейтинги вот для этой гниды покупаем мы с вами. Причём, несколько раз мы оплачиваем, сначала мы оплачиваем, да, деньгами налогоплательщиков, своими бюджетными деньгами, дутые рейтинги в тель-ящике, они там покупаются, затем мы оплачиваем эти дутые рейтинги где-то в радиоэфире, теперь мы оплачиваем ещё и Гуглу платим за то, чтобы они раздули для этой гниды рейтинги, слушай, ну, это как минимум некрасиво. А реальный рейтинг, я недавно, недаром вспомнил про этот полный контакт, недаром продемонстрировал вам и его тоже, вот реальный рейтинг программ Соловьёва сегодня, а здесь в Рунете вот такое, максимальное число зрителей, которых он способен собрать, это там 41, да, тысяча просмотров было, вот его реальный рейтинг. Да, кто-то мне забыл совсем добавить, кто-то ведь мне сейчас скажет, ну что уж, ты же сам сказал, что у меня там 700 с чем-то тысяч подписчиков, ребят, я тоже знаю, как эти подписчики делаются, прошла разнарядка по всем администрациям городов, районов и так далее, что от каждого города, от каждой администрации должно какое-то количество людей подписаться, если вы посмотрите эту историю на всех пропагандистских каналов, там огромное количество подписчиков, при этом люди ведут себя а, неактивно, б, смотрят, мало живой пример, политроссия, пожалуйста, повторюсь, потому что все эти подписчики подписываются по разнарядке, ну а по просмотрам на той же политроссии зайдите, посмотрите, ну там слезы какие-то, ну а этому, просто накручиваю, вот ребят, я вас поздравляю, вы за свое бабло покупаете этому клоуну рейтинги, делайте так, чтобы эта гнида продолжала жить, существовать, зарабатывать, какие-то там сумасшедшие суммы, класть их себе в карман, покупать и виллы, дачи и так далее, ну и дурачить всех нас, как-то так, подумайте об этом, ну и хорошего дня.